Суп с чечевицей и фрикадельками. Грибной суп с чечевицей. Суп с чечевицей и колбасками. Суп пюре из чечевицы с морковью. Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт и сегодня я покажу, какие супы из чечевицы я обычно готовлю. Даже не могу сказать, какой из них вкуснее. Наверное, каждый по-своему. Одно знаю твердо, мне не надо ломать голову и я всегда могу сварить вкусный суп, так как чечевица у меня на кухне есть всегда. Итак, первый рецепт. Суп с чечевицей и фрикадельками. Фрикадельки для супа я немного обжариваю. Это придает супу весомости. Картошку нарезаю небольшими брусочками. Для кастрюли 3 литра я беру 2-3 картофелины. Это примерно 350 граммов. Одну среднюю морковку нарезаю небольшим кубиком. Вес моркови 120 граммов. Одну луковицу весом 80 граммов тоже нарезаю кубиком. 50 граммов сельдерея, это 1 черешок. Нарезаю мелко. Мелко рублю ножом 1 зубчик чеснока. Для фрикаделек беру 250 граммов фарша. Добавляю пол чайной ложки соли, пол чайной ложки специй для мяса, 1 чайную ложку горчицы и хорошо вымешиваю. У меня здесь смешанный фарш, свинина и говядина, но конечно подходит любой. Формую фрикадельки размером с крупный грецкий орех. Суп я варю на бульоне, который уже отварила. Бульон я солила 1 чайной ложкой соли. Кладу в кастрюлю 150 граммов чечевицы и оставляю вариться под прикрытой крышкой на умеренном огне. Тем временем разогреваю в сковороде растительное масло и выкладываю фрикадельки. Обжариваю их со всех сторон до легкой корочки, не до готовности. И снимаю со сковороды. В эту же сковороду кладу морковку, лук и сельдерей. Обжариваю, помешивая пару минут. Добавляю чеснок и обжариваю еще пару минут. Кладу 1 столовую ложку томатной пасты, еще пару минут. И возвращаю в сковороду фрикадельки. Наливаю 1-2 половника бульона. Прикрываю крышкой и тушу на умеренном огне минут 10. За это время в кастрюлю с чечевицей кладу картофель. Чечевица варится быстро и при таком способе она в супе очень хорошо разваривается. Если хотите, чтобы чечевица не была разваренной, то кладите ее сейчас вместе с картошкой. Перекладываю в суп фрикадельки с овощами и оставшейся в сковороде жидкостью. Варю до полной готовности картофеля. Пробую на соль, при необходимости досаливаю. И все, суп готов. Если есть желание, в него можно добавить зелени. Либо в конце варки, либо уже каждому в тарелке. Чечевица разварилась и сделала бульон густым. Если хотите, чтобы суп был полегче, фрикадельки можно не обжаривать. И варить суп можно не на бульоне, а просто на воде. Второй рецепт. Грибной суп с чечевицей. Грибы и чечевица сочетаются очень неплохо. Суп получается очень грибной по вкусу, а чечевица придает ему весомости. Картошку нарезаю, как привыкла, небольшими брусочками. Для супа беру 2-3 картофелины. Это примерно на 250-300 граммов. Грибы нарезаю кусочками среднего размера. Я использую свежие шампиньоны 300 граммов. Один черешок сельдерея нарезаю мелким кубиком. Одну луковицу тоже нарезаю кубиком. Суп я варю на курице. В кастрюле уже готов бульон. Я его солила 1 чайной ложкой соли. Кастрюля 3 литра. Курицу достаю. Кладу в бульон картофель. Засыпаю 150 граммов чечевицы. Прикрываю крышкой и варю на умеренном огне. Тем временем нагреваю в сковороде растительное масло. Обжариваю лук до прозрачности. Добавляю примерно 1,5 столовые ложки сливочного масла. Кладу сельдерей и грибы. Обжариваю периодически помешивая минут 10. Добавляю 1,3 часть чайной ложки молотого кориандра, щепотку черного молотого перца и пол чайной ложки соли. Готовлю еще 1 минуту. И насыпаю 1 столовую ложку муки. Обжариваю вместе минуты 2-3. И вливаю 1 половник бульона. Он соединится с мукой, заварит ее и суп потом приобретет небольшую бархатистость. Картошка почти готова. Чечевица стала мягкой, но сильно не разварилась. Кладу грибы в кастрюлю. Снова прикрываю крышкой и варю еще минут 5. Затем возвращаю в кастрюлю курицу. Я ее уже нарезала мелкими кусочками. Пробую на соль и отключаю. Этот суп хорошо подавать с чесночными гренками. Для них я пропускаю в чашку через пресс чеснок, добавляю в мелко нарубленную зелень петрушки, 2 столовые ложки растительного масла. Смазываю этой смесью уже подсушенные гренки. Я их зажарила в тостере и они еще горячие. Разливаю суп по тарелкам. Посыпаю петрушкой и подаю к столу с гренками. Суп очень вкусный, насыщенный и очень грибной. Третий рецепт. Суп с чечевицей и колбасками. Для приготовления я беру копченую колбасу типа краковской. Если хотите, можно взять охотничьи колбаски или другие копчености на выбор. Нарезаю картофель брусочками. На кастрюлю 3 литра я беру 2 картофелины общим весом примерно 320 граммов. Одну луковицу нарезаю мелким кубиком. Одну небольшую морковку весом около 100 граммов натираю на крупной терке. Колбасу очищаю от оболочки. Диаметр у нее небольшой, поэтому нарезаю полукружьями. Вес колбасы 150 граммов. Для супа я уже сварила бульон на говяжьей косточке. Солила его 1 чайной ложкой соли. Кладу в кастрюлю картошку и насыпаю 150 граммов чечевицы. Прикрываю крышкой и варю на среднем огне. А пока в сковороду наливаю растительное масло, нагреваю. Выкладываю лук и морковь. Обжариваю, помешивая до прозрачности лука. Добавляю колбасу. Обжариваю вместе минуты 2-3. Кладу пол чайной ложки смеси специй для мяса. Готовлю 1 минуту. И вливаю в сковороду 150 граммов томатов кусочками в собственном соку. Перемешиваю и тушу 5-7 минут. Томаты должны быть без шкурки. Можно заменить томатной пастой, разведенной в небольшом количестве воды. Перекладываю зажарку в суп. Готовлю все вместе еще минут 10-15 или до готовности картошки. И выключаю. Суп готов. Его можно подавать к столу. Суп сытный, со вкусом копченостей. Чечевица в нем мягкая, но не разваренная до такого состояния, когда она превращается в пюре. В общем, здесь она заметна. При подаче посыпаю его мелкорубленной петрушкой. Четвертый рецепт. Суп пюре из чечевицы с морковью. От себя могу сказать одно. Этот суп нравится даже тем, кто в принципе не любит супы пюре. Для супа натираю на мелкой терке 230 граммов моркови. Нарезаю кубиком одну луковицу весом около 100 граммов. Мелко рублю 2 зубчика чеснока. Обычно я готовлю супы и пюре в небольшой кастрюле, емкостью 2 литра. Ставлю ее на плиту. Наливаю растительное масло. Нагреваю и выкладываю лук. Обжариваю до прозрачности и добавляю чеснок. Обжариваю лук с чесноком минуты 2-3. Кладу морковь. Обжариваю овощи минут 5-7. Добавляю 1 чайную ложку паприки и 2 столовые ложки томатной пасты. Жарю еще 3 минуты и насыпаю 150 граммов чечевицы. Продолжаю готовить 10 минут. И вливаю 1 литр горячего куриного бульона. Он у меня уже соленый. Можно добавить просто горячую воду. Прикрываю крышкой и дожидаясь закипания. Как закипит, снимаю пену. Убавляю огонь и варю при слабом кипении под прикрытой крышкой до мягкости чечевицы. Периодически нужно помешивать, чтобы не прилипало ко дну. Ближе к концу варки пробую на соль и на мягкость чечевицы. При необходимости солю. Снимаю кастрюлю с плиты. И пробиваю погружным блендером до однородного состояния. Если суп получается слишком густым, то его можно разбавить кипятком. Он получается очень нежным и бархатистым. Жидкий, но все же таки пюреобразный. Но не как каша. После того, как разолью суп по тарелкам, в каждую тарелку добавляю немного оливкового масла. И перчу свежемолотым черным перцем. И да, этот чечевичный суп-пюре нравится даже тем, кто вообще супы такой консистенции за еду не считает. Это очень-очень вкусно. Вот такой кулинарный сериал про супы из чечевицы я вам сегодня подготовила. Пробуйте, пишите свои отзывы и поделитесь, какие супы из чечевицей вы варите. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет еще много кулинарных сериалов. Также у меня есть каналы на Яндекс.Дзен, на Ютуб, на Рутуб и в Телеграм. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео или в профиле. Подписывайтесь на удобный для вас формат. И не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!